Слепой музыкант. Глава 2. Краткое содержание. В пять лет Петрик уже достаточно хорошо ориентировался в своем доме. Со стороны сложно было даже предположить, что ребенок ничего не видит. Могло лишь показаться, что мальчик более сосредоточен, чем другие дети. Как-то Петрик услышал звук свирели и долго был под впечатлением от этой мелодии. На народном инструменте играл конюх Иохим. После этого случая мальчик стал часто заходить на конюшню, чтобы послушать новые и такие приятные звуки. Анна Михайловна стала ревновать сына конюху. Она решила купить пианино и сыграла для Пети пьесу. Однако мальчик не воспринял сложное музыкальное произведение. Это сильно расстроило мать, но не сломило. Каждый вечер, когда мальчик засиживался у Иохима и наслаждался звучанием дудки, Анна Михайловна садилась за пианино и наигрывала простые, но красивые мелодии. Их слышали Иохим с Петриком и все чаще увлекались звучанием инструмента. Однажды Петя пробрался в комнату, где стоял этот загадочный музыкальный инструмент и начал его изучать. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.